на дорогах нашей страны предприятие автоваз был представлен концепт лада веста народ всем привет как вы уже поняли сегодня будет долгожданный обзор на весту это первый случай когда слово долгожданный реально оправдано после того как мы сняли обзор на полу седан и после этого на солярис как вы думаете каким был самый частый вопрос когда обзор на весту причем до такой степени часто что в комментах под каждым видео в личку постоянно везде в инсте где только не было сними обзор на весту вот вот ты просил друг вот ты лично ты вот она тебе вес сегодня будет обзор необычный не традиционный обзор например исторические справки про автоваз делать особо ты не нужно потому что все вы ее и так знаете если не знаете спроси у своего деда он тебе историю расскажет лучше чем кто-либо другой чем уж точно до торченок с экрана поэтому сегодня будет по большей части мое личное отношение к автовазу и знакомство с вестой да вы не ослышались чуть позже об этом поговорим в общем надеюсь вам понравится и очень важный момент если вдруг вы посчитаете что обзор в таком формате это не совсем то чего вы ждали то обязательно пишите в комментах это и если нужно сделаем историческую справку по автовазу это очень не сложно у нас есть еще в запасе один автомобиль который называется lada x-ray на который можно снять обзор и если чего-то здесь будет непонятно недосказано или не будет вам хватать исторические справки просто пишите и сделаем обзор на x-ray где я к этому подойду гораздо детальней пора начинать эту толстовку зря я сегодня одел мне ее подарили когда я был жирный короче прежде чем начнет сам обзор надо признаться кое в чем вообще с Вестой я в жизни никогда не сталкивался абсолютно никогда и ни разу чтобы вы понимали я приехал сюда на обзор эта Веста здесь была уже я даже ее сюда не пригонял я даже на ней не ездил ни разу я даже не садился ни разу за руль в эту машину и я сейчас буду про нее рассказывать это боль на самом деле обычно в обзорах я сначала беру какую-то машину езжу на ней какое-то время поэтому я думаю что сегодня надо будет как минимум покататься чтобы составить свое впечатление но для начала для того чтобы рассказать техничку ведь все-таки я немножко за автовазом следил все это время мне не обязательно знать что это за машина потому что например отдельно разговаривать про мотор можно в любой момент а какой здесь мотор стоит вообще надо посмотреть конкретно в этой машине нет 1.6 чего бы 1.8 то да 1.6 129 мотор ВАЗ-21 129 это современная модификация доработанная версия 127 мотора который является доработанной версией 126 который является доработанной версией 124 который является доработанной версией 12 который является доработанной версией 83 мотора который является блин доработанной версией 8 мотора который вышел в 85 году это самое главное что надо знать в общем этот мотор родом из восемьдесят пятого года Автоваз преследует одно такое одно золотое правило если сделано хорошо, зачем делать лучше зачем что-то менять давайте просто будем один и тот же мотор пинать блин тысячу лет и возможно что-то наладить, зачем другие производители разрабатывают что-то новое прям делают кардинально новые моторы Автовазу это не близко поэтому по-хорошему то что вы видите здесь должно было умереть в девяностые года кто-то скажет, да нет, на самом деле доработки были серьезными я согласен да, поменяли практически все в моторе но общий дизайн двигателя не изменился с тех пор и с этим связаны куча недостатков если кто-то когда-то сталкивался с вазовскими моторами то ничего в этом моторе его не удивит это обычный восемьдесят третий, точнее двенадцатый мотор вот на мой взгляд самый идеальный мотор шестнадцатиклапанный, который когда-либо сделал Автоваз это ВАЗ-2112 полуторалитровый шестнадцатиклапанный мотор который как многие ноют гнет клапана при обрыве ремня ГРМ срать на это мотор самый классный в первую очередь потому что он мне всегда нравилось как он звучит он прям так мягко приятно урчит двенадцатый мотор короче лично мое мнение всегда было и есть что самый крутой мотор это двенадцатый и вот на нем надо было наверно Автовазу остановиться но нет к сожалению нормы токсичности запросы пользователей на расход топлива на КПД мотора заставляли Автоваз продолжать дорабатывать мне кажется инженеры Автоваза сами ненавидят свою работу потому что никто им не выделяет бюджет на то им всегда приходится дорабатывать что-то старое но старый мотор ограничен своим форм-фактором его нельзя дорабатывать бесконечно понимаете надо делать новый двигатель кардинально новый чтобы блок был другой чтобы система охлаждения другая была чтобы хоть что-нибудь другое было но нет они решили что будут постоянно просто менять коленвал шатуны поршня сделают пониже полегче и чуть-чуть будут дорабатывать систему газораспределения то они делают моторы которые не гнут клапана то у них были трамблеры потом модули зажигания потом отдельно катушки зажигания теперь индивидуальные катушки на каждом цилиндре то есть как вы понимаете доработки такие себе они ничего кардинального не несут и в этом главная проблема однако все же если я бы сказал свое мнение по этому мотору то я не скажу что он плохой ну то есть относительно стоимости автомобиля относительно того что в принципе есть на рынке это очень хороший двигатель и самая главная его проблема как ни странно ни старые какие-то корни ни то что он родом из восьмидесятых совсем не это самая главная его проблема это качество изготовления в первую очередь качество запчастей у меня четкое мнение на этот счет что если бы эту машину любую машину вазовскую делала например тойота или volkswagen или mercedes то эта машина была бы в миллион раз лучше не меняя концепт вот прям брали бы и делали эту же машину на тойоте она бы ходила по миллиону километров потому что главная проблема автоваза всегда была и есть не плохие разработки не какие-то там тупые дизайнерские решения или ну дизайнерские не в плане видящего вида а дизайнерские в плане разработки двигателя там коровки пирать еще что-то а в качестве материалов я только сейчас обратил внимание блин ништяк у нее даже есть газлифты интересно они штатные такое ощущение как будто отдельно приделали все кронштейны смотри такой кронштейн и здесь кронштейн как будто вот их не было с завода я не знаю может их не было кстати итак впервые впервые я сажусь за весту с роботом так погоди на этот момент конечно а это нормально что вот так вот ограничители с таким звуком работают дверью резинку переход плющит и от этого она скрипит ну нельзя было ее сделать так чтобы ее не плющило эту резинку ну офигеть ну вот блин еще тронуться с места не успел а уже такая фигня ладно надо ехать вон там гайцы приехали точнее не гайцы а полиция эй мистер полисмен первое впечатление сразу я блин мы ни разу в жизни не записывали первое впечатление и вот оно кстати вот я что вот как только мне дали в руки ключ я скажу что я удивился потому что ключ как ни странно очень неплохой вот он прям даже на ощупь неплохой для автоваза это прям уровень неожиданный уровень так интересно я сейчас ставлю ключ какой будет звук тот же самый как на четверке пик пик или как на сцены калине такой беспонтовый ну ка ну не сильно раздражает ладно блин вот трогаешь сразу прям сразу ну почему так плохо ладно ладно хрен с ним ладно эта машина стоит 600 тысяч новая что тут говорить все пофиг я не буду докапываться до качества пластика и прочее но в принципе кстати рулевая колонка в двух плоскостях регулируется да в двух слушай отлично я вот так вот примерно буду ехать да кстати кнопки подогрева похожи на хюндаевские очень это я сейчас заметил прям вот очень похоже слушай щиток приборов прям реально прикольный как прикольно работает мотор вот этот вот услуг урчание очень похоже на 12 мотор здесь мне всегда нравилось как он приятно работает окей у нее датчик дождя серьезно у нее есть датчик дождя у нее есть датчик дождя и посмотрите как здесь сделан датчик дождя то про что я говорил вспомните как на чирке он приплюснут как он здесь сделал просто вот так и прилепили его хотя еще очень вообще такое ощущение просто рандомные, откуда-то взяли датчик света дождя и воткнули сюда круиз-контроль есть слушай, прикольно как он включает, вот здесь, вот здесь, о да, слушай погоди, так еще и лимитер есть, не только круиз-контроль ну-ка, надо проверить как пользоваться этой коробкой, наверно в А надо переместить, да? А поехали поехали слушай, ништяк блин, робот гребаный ненавижу роботы, вот прям вообще ненавижу самый худший тип на трансмиссии всех времен народов это робот как можно взять и запороть машину сделать всего одно действие поставить в пятнадцатом году на седан б-с-класса робот это вообще конец вот за это можно просто прийти в руководство автоваза и пробить с ноги вы что дебилы, вы реально, вы тупые, ребят блин, производители тойота ставила роботы хонда ставила роботы опель дженерал мотор ставила роботы все они от них отказались почему? да потому что дерьмовая коробка робот дерьмовая, мертворожденная это просто тупиковая ветвь ее по хорошему она должна была умереть на бумагах никогда не выйдя в мир вы вообще дебилы я не понимаю вот вы серьезно все производители отказались от этого все, блин, кто их ставил массово производители с огромными инженерными отделами которые уж точно лучше сделают робот чем автоваз и причем, ладно ладно бы автоваз взял какой-нибудь изитроник опелевский да даже здесь опель не так плохо серьезно взяли бы что-нибудь именитого бренда нет они решили сделать робот на базе нашей механики а вот теперь вспоминайте то, что я говорил про 129 мотор робот сделан на базе вазовской механики с индексом 21807 который является рестайлингом коробки 21806 который является рестайлингом коробки с приоры который является рестайлингом коробки с калины который является рестайлингом коробки с десятки который является рестайлингом коробки с девятки который является рестайлингом коробки с восьмерки с первой 85 года когда она появилась четырехступенчатая коробка то есть по факту тот робот который стоит здесь это коробка 85 года которую просто чуть-чуть изменили и засунули на нее немецкие сервопривода чтобы вы понимали стоимость коробки новой, механической части примерно 35 тысяч рублей 35-38 стоимость одного сервопривода выжима например сцепления 40 тысяч стоимость сервопривода переключения передач где-то 55 вы выпускаете на отечественный рынок, где люди каждую копейку экономят коробку, которая заведомо блин, даже еще до того, как начали ее разрабатывать я уверен, что инженеры, которые разрабатывали эту коробку смеялись и плакали смеялись они от того, что насколько тупые, блин руководители, которые попросили их ее разработать а плакали, потому что им приходилось выжимать из этой гребаной старой коробки, которую надо выкинуть нахрен что-то вообще, чтобы она хоть как-то могла работать и самое главное не это вот здесь я могу официально сказать вот как только АвтоВАЗ поставил на Весту робот он просто плюнул в лицо всем своим покупателям всем вот смотрите на Гранте с одиннадцатого года ставился японский джатковский автомат gf414e да, четырехступенчатый да, архаичный да, есть там определенные нарекания в плавности переключения еще что-то но он надежный он ремонтопригодный и он точно в миллион раз лучше, чем любой робот любой хондовский, тойотовский, любой хоть СМГ, БМВ тоже дерьмо собачье любой робот с одним сцеплением это говно говно из говна говнее говна просто быть не может я прям вот если звучит слово робот то у меня в голове сразу возникает синоним дерьмо дерьмо говно по-другому его не назовешь робот миротворожденная коробка когда есть преселективные коробки я блин мне кажется столько раз сколько я говорю слово дерьмо в принципе говорить нельзя найдите хоть одну фотку счастливого покупателя весты через неделю после покупки если он купил машину на роботе у них у всех фотки со слезами на глазах я не смотрел я просто знаю вот давай пожалуйста пожалуйста веста не будь дерьмовой машиной я так давно хотел снять этот обзор такие большие ожидания у меня на эту машину потому что это то каким должен быть рено логан современный вот не тот второй логан который кстати довольно неплохой просто он дороже стоит а вот примерно таким должен быть рено логан это по входным данным шумка как в солярисе не очень прям совсем плохая нифига как она кстати руля слушается и руль прям такой без мертвой зоны вот в полкилометра прям довольно такой ну конечно есть мертвая зона но чуть-чуть совсем сидушка блин сидушка а у нее есть поясничный есть поясничный подпор серьезно так а по высоте она давай опустимся вниз так а регулировка спинки где вообще где здесь рукоятка а вот она ага надо короче надо создать роботу условия плохие непонятные как он себя будет вести потому что в обычном режиме это понятно он настроен а самое главное вот самые хитрые тонкости когда ты можешь понять насколько продумана например электроника управление роботизированной коробкой ты можешь понять это именно когда ты ей создаешь условия вообще не ну необычные допустим вот я сейчас попробую резко поиграть гастормус гастормус и посмотреть как она вообще будет на это реагировать никак а вообще никак не реагирует просто зачем ты так крутишь блин каждый раз это кивок ну это робот вот это робот ты никуда этого не денешь могло быть так хорошо могло быть так прекрасно но весту вы можете брать только на механике и тут же давайте перейдем к механикам механик тут ставилось всего две одна из них GH3 это реношная вторая 21807 автовазовская и окей если мы возьмем 21807 коробку то ну я не буду ничего про нее плохого говорить это ну обычная коробка как бы в современном мире она не очень хорошая но и не очень плохая а вот про GH3 поговорим потому что кто то скажет вот же реношная коробка действительно хорошая наверное нет GH3 это переработанная версия коробки GB3 это тот случай когда 807 вазовская коробка ничуть не уступает GH3 французской то есть они примерно одинаковые я скажу что я с этой коробкой с GB3 предыдущей версии этой коробки которая стоялась на весту сталкивался еще на коризме и сталкивался не раз и один из последних раз когда мы с ней сталкивались это тот самый случай когда мы в Калугу отгоняли фиолетовую коризму на ней как раз была GB3 коробка и она у них примерно через 2 недели сдохла вы этого не знаете это не было в видео поэтому тот самый случай когда вазовская коробка не лучше и не хуже чем иностранная спасибо хотя бы при переключении на вторую она не хрустит как на четырке и на пятой не воет но это пока новое давай блин прикольно слушай прикольно мотор отстроен я не хочу я нажал я сейчас держу газ процентов 30 зачем он мне до 5000 его крутит мотор но динамика разгона очень неплохая эта веста намного лучше чем первый логан прям вот первый логан это эталон бюджетного класса я в обзоре про него говорил об этом эта веста лучше лучше точно лучше прям вот только-только на стасовском логане гонял она прям лучше вот прям лучше и кстати она у нее клиренс-то огромный там что-то 180 почти миллиметров и я не скажу чтобы ее сильно кидала вот на 130-140 она прям так едет нормально шумка шумка прям плохая а в остальном я вообще не ощущаю негатива какого-то я думал я думал будет гораздо хуже вот серьезно я очень хочу любить весту потому что она действительно хорошая машина и это действительно тот самый случай когда наш переезд отлично сейчас попрыгаем посмотрим как она будет себя вести потому что это наше что-то наше новое не B0 не просто на реношной платформе как говна x-ray построенная хлам какой-то x-ray ненавижу вообще все ну-ка вполне упруго кстати вот зачем ты сейчас переключился робот блин я просто нажал чуть-чуть газ не делай то что я тебя не прошу робот дерьмо по умолчанию робот дерьмо вот прям сразу дерьмо просто за то что его произвели но этот робот работает не так плохо он лучше чем на хонде вот на цивике 5D на восьмом робот хуже работает чем здесь сто пудов я прям вообще плевался когда на этом цивике ехал недавно буквально ездил блин тормоза неплохие вообще неплохие неожиданно неплохие может она доработанная вся эта Веста ведь здесь сзади барабаны а есть Веста с дисковыми тормозами о боже спасибо когда на иномарках они ставятся с восьмидесятых годов у нас появились они в две тысячи пятнадцатом еще один переезд давай на скорость 120 проедем его и не важно что тут знак стоп я шучу давай тормозить ох ты прикольная опция смотри я резко нажал тормоз и она заморгала аварийкой это то что умеет делать например тот же Мерседес то есть когда у тебя происходит резкое экстренное торможение твоя машина предупреждает того кто сзади что ты резко тормозишь у тебя моргают поворотники но на Мерсе начинает моргать еще и тормоз то есть у тебя так сами тормоза короче это были многие исследования и ученые пришли к выводу что когда водитель сзади видит моргающие тормоза именно не горящие а моргающие эффективность выше гораздо ну его то есть он гораздо быстрее на это реагирует офигеть огромный экран и качество лучше чем в рейндж ровере что бы вообще обосрал весь рейндж есть у Весты что то что лучше чем в рейндж ровере пусть пыхтит но едет лада едет лада хорошо мне 120 нужно 120 покажи 120 на 5 давай 120 на 5 3000 оборотов ну многовато но опять таки мотор то больше верховой 16 клоп хотя этот мотор уже с изменяемой геометрией впускового коллектора поэтому на низах он тоже неплох спасибо что наконец-то эти технологии дошли до нас технологии которые в 80-е годы еще ставили на иномарке проблемы автоваза кочуют с одного мотора на другой постоянно основной основной геморрой этого двигателя в том что он всегда весь обоссанный как на Opel то есть со всех сторон у него давит масло и и то что у вас может случиться все что угодно то есть любой мотор вазовского производства это бомба замедленного действия ты никогда не знаешь где у тебя что случится то у тебя ремень ГРМ порвался то у тебя гидрокомпенсатор застучал то у тебя задрало вкладыши то у тебя блин какой сальник выдавило то система вентиляции картерных газов закисла то там прокладка какая-нибудь прогорела еще что-то это постоянная проблема автоваза и связана она не с тем что мотор плохой а с тем что запчасти дерьмовые они всегда были и есть дерьмовые поэтому в большинстве случаев умные люди которые обслуживают свои автомобили никогда не ставят оригинальные запчасти гораздо проще поставить нормальный неоригинал слава богу именитые производители давным-давно делают запчасти на наши автомобили и когда я еще свою восьмерку обслуживал я блин вазовского ничего не ставил в нее я старался даже помпу синокс белорусскую она и то лучше чем оригинальная помпа ВАЗ короче в двух словах про этот мотор он на мой взгляд неплохой но ты никогда не можешь быть уверен в том что этот мотор пройдет сколько-нибудь тысяч километров его ресурс заложенный производителем около двухсот тысяч километров и это очень много потому что старые моторы вазовские никогда столько не проходили и сейчас тут же начнется такой срач типа да я блин на этом моторе 250 300 тысяч прошел вазовский мотор вот восьмой восемьдесят третий двадцать один одиннадцать двенадцатый и все те моторы тех времен начала двухтысячных это моторы рассчитанные на 150 180 край двести тысяч километров они могут при определенных условиях пройти больше двести пятьдесят там тысяч реально проходят но только в том случае если вы бесконечно заливаете масло и вы готовы мириться с тем что у вас сзади просто адский синий дым идет потому что этот мотор начинает жрать масло если вы туда не залезете не поменяйте кольца а лучше его не точнете то он не пройдет 300 тысяч ну не пройдет кто бы эти легенды не рассказывал не ходит вазовский мотор столько тех времен а вот эти уже ходят и это очень круто потому что это связано даже не с тем что что-то в нем изменилось кардинально да нет просто более высокоточные станки более точное более качественное изготовление деталей если посмотреть с европейскими сравнить с производителями естественно был дерьмовым так дерьмовым и осталось но для автоваза мы реально сейчас растем по качеству то есть российский производитель спасибо ему большое начал наконец понимать начал отдаленно догадываться что возможно проблема совсем не в плохих инженерах потому что даже если бы они пускай не разрабатывали ничего нового но просто хорошо делали старое то эти машины пользовались бы спросом я все это говорю в вести но она тут ни при чем она вообще не виновата она появилась только в пятнадцатом году все что я говорю это больше относится к девяностым началу двухтысячных у меня тогда уже были мысли были мысли почему бы не взять готовые наработки какого нибудь хорошего производителя понятно что мы к сожалению из-за развала советского союза из-за из-за девяностых двухтысячных очень сильно отстали от именитых производителей европейских прямо отстали по технологиям очень сильно почему же тогда было не объединиться с кем то и не начать делать хорошие автомобили ну действительно хорошие просто выкупить лицензию и начать делать чужие моторы под именем своим просто выкупить лицензию старый тойотовский 3s мотор купите блин начните его произготавливать он лучший КПДшний миллион раз чем автовазовский но тогда я не знал главного тогда я не знал что у нас автоваз это как царь мидас есть царь он все все чего он касался превращалось в золото а у нас все чего касается автоваз превращается в дерьмо и даже если они взяли ZZ мотор или 3s или любой другой ваговский мотор просто своими корявыми руками они бы его извратили это не был бы этот 3s мотор миллионник в наших условиях ходил бы по 100 тысяч максимум и ссался бы и постоянно разваливался бы и что то с ним происходило потому что качество запчастей опять возвращаюсь у меня нет претензий к инженерам они точно молодцы но но у нас делать машины не умеют не умеют инженеры у нас реально гениальные многие из наших инженеров на мерседесе вольцвагене какой-нибудь тойоте и где-то еще разрабатывают на тойоте вряд ли в тойоту как раз нифига не пускают по моему этот иностранных инженеров там своих растят а вот в европе наши инженеры пользуются отличным спросом как и в америке тоже что касается расхода топлива вот эта тема очень интересная возвращаюсь опять спасибо отечественным нашим инженерам расход топлива на сто семьдесят девятом моторе и на даже на вот этом сто двадцать девятом довольно неплох если например даже взять сравнить с логаном с первым логаном который считается эталоном бюджетного автомобиля даже если сравнить то здесь машина жрет гораздо меньше то есть паспортный расход и плюс я специально я смотрел отзывы людей читал отзывы людей что они говорят про расход топлива потому что меня это волнует так как это новые технологические моторы сто двадцать девятый даже новый потому что у него есть изменение геометрии пухлого коллектора то есть момент у него гораздо более растянут чем у обычного и меня что радует все говорят что они жрут мало и еще когда мы делали обзор на полоседан я как раз там объявил как вы помните мы на Димином полоседане когда ехали в Самару у него расход был 4.8 литра 4.8 литра я сказал никто никогда такого не достигнет и мне тут же начали в личку кидать фотки вест именно вест которые у людей жрут 5.5 5.7 и по-моему даже 5.4 кто-то расход скинул респект ребят респект 5 литров на трассе расхода это просто респект понятно что для того чтобы такого расхода достичь нужно соблюдать условия и полоседан тоже если ты будешь его топить не будет жрать так мало просто тогда мы гнали с парк в Самару а с парк на нем неудобно быстро ехать поэтому всю дорогу мы ехали 90-100-110 а это самый идеальный диапазон скоростей для минимального расхода топлива и полоседан показал 4.8 и я говорю мне весты покидали радует радует что они так могут мало есть я как никто очень хочу чтобы автоваз был конкурентоспособным очень хочу потому что нужен нам свой производитель от Волги от газа от чего еще от УАЗа ты никогда этого не дождешься эти бренды мертворожденные потому что они в отличие от автовазов в них никогда не валивалось столько бабла и они никогда не ну как бы они производят специфический транспорт Волгу вообще сжечь завод газ надо было давным-давно УАЗ завод ну туда же прям вместе с ним единственная надежда в России была только на автоваз и она остается я очень хочу чтобы вазовские машины были действительно конкурентоспособными и вот наконец возвращаемся обратно сюда к вести потому что спасибо о боже наконец-то когда я услышал что это происходит я просто был счастлив наконец-то в весту начали ставить новый мотор собственной разработки 21179 не вот этот а 1.8 я когда услышал что его выпустили новый мотор 1.8 но не на Нивской старой классиковой платформе блин не какой-то там созданный доморощенными специалистами на базе обычного 1224 1226 мотора нет а кардинально новый с фазовращателем с кучей кучей наработок да нет блин на самом деле не было там такой кучи ну ладно самое главное что я услышал слово фазовращатель я такой ни хрена себе в автовазе будет фазовращатель и не на реношном моторе а на своем собственном смотрите автоваз в пятнадцатом году начал ставить фазовращатель в пятнадцатом году начал ставить впервые вообще на свои собственные моторы фазовращатели а например немцы делали это еще в девяностых мы отстаем лет на двадцать от всех производителей и опять вы можете меня ненавидеть но я просто говорю как есть и вот нам их надо нагонять и 179 мотор это первый наш опыт подобного плана и спасибо что он хотя бы есть грубо говоря наш 179 мотор не сильно то уступает какому нибудь соляристовскому мотору G4F и это так приятно говорить блин это нельзя сказать про 126 мотор или 127 а вот про 79 может про 179 так что знайте это нам есть чем гордиться и спасибо вести за это если наши иногда вот что-то сделают то сделают так что страшно становится обогрев лобаря здесь есть обогрев лобаря и я вижу эти нити почему блин на рейндж-ровере я их не вижу почему на фольксвагене я их не вижу то есть пока не присмотрюсь мне надо присмотреться чтобы их увидеть здесь я даже вот с такого расстояния я вижу эти полоски они прям толстые они прям огромные эти полоски обогрева стекла нити ну ладно к этому тоже можно привыкнуть слушай я тебе скажу прикольно я тебе скажу прям я действительно удивлен и даже робот вот смотри я даже в какой-то момент забыл что она на роботе удивительно блин может все таки не все так плохо нет все плохо робот что бы там ни было дерьмовая коробка вот хоть бы как бы сейчас он мне не понравился вдруг случайно по умолчанию дерьмовая коробка не знаю я честно скажу я не разочарован ни грамма ни грамма не разочарован это сильный конкурент и полоседану как ни странно полоседан ну че я сейчас ее обманываю и всех обманываю конечно полоседан лучше я не пытаюсь я не пытаюсь сейчас выдумывать мне как бы пофигу если мне эта машина не понравится я обосру ее мне вообще по барабану я не пытаюсь хвалить за что мне ее хвалить было бы слушай она не такая плохая эта машина только мне интересно это же не кожаный руль да? это руль из дерьма собачьего ну на ощупь это какая-то типа какой-то аналог дакоты кожи на БМВ но это не она а вообще какой-то полиэтилен какой-то ну либо кожа крысиная например с крыс поздирали кожу вот сюда натянули может быть такая мы как в Британии у нас левостороннее движение видишь едем нормально возвращаемся опять нафиг короче есть ряд нытиков которые привыкли к тому что старые вазовские газовые да вообще старые моторы всех производителей если мы возьмем 90-е года были максимально ремонтопригодны то есть вы могли купить мотор в случае если у вас начинает например разжирать масло все нет компрессии вы в любой момент точите его под больший размер покупаете поршня ремонтные ставите собираете и все у вас хорошо и эти нытики после выхода 179 мотора просто лужи слез начали лить потому что все где же автовазовская ремонтопригодность теперь вазовский мотор точить нельзя потому что маслоканал под фазовращатель идут рядом с гильзами и в случае если ты попытаешься проточить ты пробьешь их Грэм как до восьмерки сколько раз порвал ремень ты пошел в колхоз любой со старой любой колымаги снял ремень прям вот так вот ключом на 13 одним поставил распредвал выставил метки поставил и сел поехал дальше теперь так нельзя теперь чтобы поменять ремень нужно специнструмент и в случае обрыва ремня Грэм теперь гнет клапана вот проблема по моему на всех иномарках всю жизнь гнет клапана вот кроме исключительных случаев никого вообще не парит тема того что гнет клапана при обрыве ремня Грэм но эти чертовы нытики заставили автоваз и в июле 18 года 129 мотор все таки сделали с выемками в поршнях чтобы не гнул клапана но вы серьезно неужели надо так сильно много внимания уделять тому что в случае обрыва ремня Грэм у вас гнет клапана досрать на это вообще ребят век одноразовых моторов все забудьте нет ремонтопригодных двигателей и это хорошо эту тему еще сто лет назад форт начал в 2005 году выпустил фокус второй на наш рынок у которого моторы не ремонтопригодные и тогда люди ныли и сейчас когда автоваз наконец к этому пришел спустя блин 20 лет все равно ноют сейчас гораздо проще свою жизнь строить эффективно то есть не тратить время на то чтобы блин отремонтировать мотор я когда закопитал свой мотор отдал 6500 но нет сейчас такого ну нет ну никто этого не делает никому это не нужно сейчас наконец-то человечество пришло к тому что то о чем мечтал советский союз то что хотели реализовать насильно сейчас к этому приходят люди сами собой каждый человек должен заниматься тем в чем он хорош каждый человек должен тратить силы и время на то чтобы делать то что он умеет зарабатывать деньги и эти деньги тратить на то что делают другие люди то есть если вы сами не можете перебрать свой мотор то и не лезьте туда научитесь делать что-то чтобы зарабатывать деньги и заплатить тем кто это делает я уже блин в какую-то бизнес мотивацию полез реально ну короче это все очень близко и тесно связано короче ответ всем нытикам которые ноют по поводу того что вазовские моторы стали не ремонтопригодными один это нормально если вы не согласны создавайте машину времени езжайте в прошлое в пятидесятые года и живите там ремонтируйте свои моторы наждачкой блин полируйте хон на цилиндры наносите вот это вот то что вам нужно вот блин мой дед блин в гараже сам перебирал моторы блин да и хрен с ним это раньше время такое было сейчас не нужно это сейчас бы твой дед может быть был бы начальником какой-нибудь автоколонны зарабатывал бы пятьсот тысяч в месяц и просто покупал бы себе машины каждый день новые вот и все все бремя другое блин короче ладно это не туда гонка блин слушай прикольно так приятно видеть значок вас на такой машине а теперь концовка нужна да сегодня следующий день вчера мы уже в принципе все отсняли однако есть важный момент который нужно дописать так как владелец этой Весты сказал что она вся не стоковая прошивка двигателя доработка прошивка коробки и вот здесь вот важный момент что он говорит что человек который занимался всем этим долго мучился то есть нет такого прям готового решения по доработке этого автомобиля короче под каждую конкретную машину как я понимаю какие-то чип-тюнеры конкретно подстраивают и работу коробки и работу мотора плюс поменялись сцепление еще там садаптировали эту коробку короче сделали тут погибло несколько десятков часов жизни людей чтобы это Веста сейчас удивляла тем как работает связка мотор-коробка ну и также по ходу общения он мне скинул ссылку на того кто это делал на этом автомобиле я не знаю этого человека я не знаю как и что он делает однако знаю я вообще как это все происходит если я сейчас не дам вам эту ссылку то меня заколебут в личку писать скинь мне ссылку на владельца чтобы он мне ссылку скинул на того кто это делает потому что я уверен что все владельцы Вест мучаются и ищут такого человека который сможет им помочь поэтому в описании к видео будет ссылка я еще раз говорю я не знаю этого человека может он вас кинет и обманет может он вообще ничего не умеет а может он супергений это вы узнавайте сами я этого человека не знаю, я не знаю, что и как он делал и вы скажете, а че ты, блин, татарская рожь взял бы, да поехал бы, взял бы Весту поехал к нему, посмотрел, как он это делает посмотрел на результаты вот мне делать нехали, ребят, вы серьезно и скорее всего если сейчас, вот вы можете прям как бы переместить мышку и посмотреть на ползунок, если сейчас видео не заканчивается значит будет еще одна отдельная вставка с тем, что мы все-таки найдем стоковую Весту и я хочу прокатиться теперь на стоковую потому что я понимаю, как работает доработанный автомобиль и теперь надо понять, как будет работать стоковый так, короче казалось бы, в чем проблема найти стоковую Весту на роботе, оказывается проблема гигантская оказывается все владельцы после покупки рано или поздно меняют сцепление меняют прошивки и прочее, прочее, прочее и наконец нам удалось найти стоковую Весту сейчас сцепление не сток, говорят просто я его выжимать не буду и все равно но на ней менено сцепление но, так как оно менено и после этого проехало немало и уже подходит владелец говорит, что оно максимально похоже на то, что было в заводе оно максимально похоже на то, что было с завода здесь уже чувствуется разница вот я подумал, автомат вот он стоит отпустил тормоз, вот у меня ноги я не нажимаю тормоз, а мы никуда не едем во время езды на этой машине ощущается такая заторможенность слоупоченность то есть, я жму газ она думает, 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 думает потом начинает ехать причем резко, гораздо быстрее, чем мне нужно я газ отпускаю а она еще секунду-две продолжает ехать и только потом понимает, что я газ отпустил то есть, такая задержка как будто между педалью газа и блоком управления еще подушка набитая ватой через которую сигналы не очень проходят это специально для этих, как вот для инженеров автоваза ребят, подушки в системах управления лучше не ставить газ в пол, вот газ в пол смотри, сколько времени прошло прежде, чем она причем она осталась она все равно решила переключаться на третью удивительно то есть, смотри, какой момент я выехал нажал газ она в этот момент переключается я газ держу в полу держу в полу мне срочно надо проходит несколько секунд она все равно так же независимо от моего желания плавно смыкает сцепление чтобы не было рывка и потом на более высокой передаче начинает с низов разгоняться то есть, по итогу я получаю не только отсутствие динамики разгона а еще и задержку огромную с момента включения вот то есть вот мы едем вот вторая передача мы ей никого не трогаем вот вот сейчас он переключается вот я жму газ в пол ооо, сейчас она хоть среагировала немного все, все, все успокойся давай еще раз это сделаем вот допустим вот я еду в момент переключения вот жму газ в пол смотри а почему да я только что не был сейчас начала ну и то она как она как сумасшедшая начинает орать и все равно переключается на повышенную вот смотри, вторая передача блин, это так прикольно так прикольно издеваться над роботом я лично ожидал, что он будет намного хуже но в принципе вот сейчас вот я езжу на этой машине и на той покатался и на этой там меня вообще удивило потому что там все доработанное а это я скажу так по крайней мере не сильно расстраивает ну вот я сейчас еду если просто ездить в городском режиме не требовать от машины ничего не попадать в экстремальные ситуации то почему бы и нет давай отщелкиваю поворотник тоже логика такая смотри стрёмная, да то есть ну-ка вот поворотник включил вот отщелкивал-то только вот настолько близко к концу руля смотри только вот здесь вот у меня уже даже вот этот вот лепесток точнее, ну вот этот вот проходит и вот только здесь отщелкиваю я уже вижу рычаг поворотника и вот смотри руль чуть-чуть стоит отщелкивает только здесь это очень плохо надо чтобы отщелкивал где-то вот на этом этапе вот здесь потому что это значит, что ты уже вывернул а вот так у тебя может быть люфт на руле и ты грубо говоря, вот ты вот я уже я уже могу прямо ехать, смотри а он не отщелкивается смотри оп, поехали к Туарегу посмотрим как на Туареге это сделано прям интересно вот допустим, вот поворотник туда вот смотри есть где? видишь как отщелкивает его на каком этапе смотри вот я прохожу, прохожу, прохожу уже руль прямо стоит уже градусов 10 всего лишь а еще не отщелкнулось вот тебе Веста очередной раз убеждаюсь, что Туарег лучше Весты не то чтобы кто-то сомневался, но на Логане мне кажется так же Логан мы вообще в расчет не берем сейчас Логан не машина я кстати заметил, что все владельцы Вест очень хотят выговориться все, с кем не пообщаешься по телефону просто, здрасьте, можно вашу Весту взять на обзор да, без проблем, только давайте расскажу сначала про то, как я менял то, это вот как у меня гниет, как здесь плохо фуропка перегревается все хотят жаловаться владельцы Весты у меня в сервисной книжке нет места серьезно? автоваз, короче, самоуверенные ребята они под гарантией выделяют всего две страницы если вдруг вы сомневаетесь брать вам Весту или нет то понимая с чем вы можете столкнуться если вы это можете принять решайте сами брать или нет но лично мне эта машина понравилась и я точно говорю, что эта машина стоит того, чтобы находиться на рынке и стоит того, чтобы ее покупать только надо быть готовым к тому что после покупки примерно 2-3 месяца вы будете ездить по разного рода доморощенным специалистам которые будут вам настраивать перепрошивать коробку будете менять сцепление дорабатывать машину вообще дорабатывать после покупки автовазовскую машину это по-моему прям вот золотое правило то есть автовазовскую машину нельзя купить и ездить как то можно сделать на иномарке и если вы сможете доработать ее примерно так как сделана эта Веста то очень неплохо и то вы можете смело брать и вы точно не будете разочарованы с оговорками я говорю, что это хорошая машина действительно хорошая и я прям ни грамм не сомневаюсь в этом вот такой вот получился обзор напомню что таких в таком формате обзоров мы в принципе раньше не делали поэтому если вам понравилось пишите в комментах что не понравилось тоже пишите в комментах чтобы мы делали выводы и следующий обзор например на ладу x-ray который я прям спойлер который я считаю ушлепским дерьмом который выглядит как блин задница не знаю какого-нибудь этого павиана вот примерно так выглядит x-ray поклянись прямо сейчас здесь поклянись что никогда не купишь тебе x-ray фу ништяк все абсолютно абсолютно так что блин да а на этом все как-то так всем пока не судите пожалуйста строго смотри здесь прям здесь не сварена панель смотри то есть у тебя наружняя часть и внутри усилитель смотри они вот так вот сейчас хлопают друг об друга вот еще место смотри ну ладно ладно какие претензии то и и там к и и и в